окей всем привет я евгений ковальчук и вы на канале веб-дев канале посвященном веб-разработке и всему что с ней связано добро пожаловать в 23 выпуск видео каста фронт-ревью в котором мы опять же затронем тему мотивации плюс я поделюсь своими соображениями о том как можно начать учить что-то новое быстро и безболезненно чем руководствуюсь лично я и каких правил стараюсь придерживаться и данная тема выбрана абсолютно не случайно она основывается на тех комментариях и сообщениях которые я регулярно нахожу под видео и получаю в социальных сетях и все они крутятся вокруг от них и тех же вопросов как быстро начать как заставить себя что-то сделать как расставить приоритеты и так далее я думаю у каждого из вас была такая ситуация когда вы понимаете что что-то нужно сделать но конкретно в данный момент вам лень или есть другие дела а лучше вообще начать завтра или с нового года было такое ну так вот я тоже не являюсь исключением из этих правил и хоть кажется что я просто адски мотивированный парень так как успеваю и работать и менторить и вести канал и еще нахожу время на то чтобы общаться с вами отвечать на вопросы и давать советы но я точно так же как и периодически ленивый и мне тоже приходится иногда заставлять себя что-то делать вот смотрите самый простой пример из-за того что на канале уроки выходят нон-стопом то за этот и предыдущие года мы рассмотрели много интересных тем я практически подхожу к имиту своих накопленных знаний а это значит что рано или поздно я дойду до такого момента когда будет рассказано все что я знаю и нужно будет учить что-то новое но также в расчет нужно брать не только текущий опыт но и новые интересные технологии которые активно развиваются и завоевывают признание комьюнити их приходится изучать как можно быстрее скорее всего это произойдет ближайшее время так как в начале следующего года я планирую выпустить курс по typescript кстати ставьте видео на паузу и жмите лайк если вы ждете этот курс так я хотя бы пойму что вам интересно эта тема так вот стать скрипт я абсолютно не работал да я читал пару статей и немного полистал документацию но что из себя представляет этот синтаксис я вижу лишь поверхностно поэтому мне нужно будет сначала изучить тему понять ее разобрать плюсы и минусы а потом еще и записать туториал включая разработку сценария и практических примеров видеоряд монтаж и еще кучу всего и все это нужно начать в ближайшее время и начать нужно с нуля короче работы немало но есть несколько правил которыми я пользуюсь когда мне нужно срочно начать что-то делать и первый совет который я могу дать это правильно расставляйте приоритеты скажем так в любой момент времени у вас всегда есть список дел которые вам нужно выполнить занимает он 10 пунктов или состоит только из двух неважно самое главное расставить приоритеты понять что для вас важно конкретно в данный момент и что может быть важно в перспективе собрали тысячу долларов сбережений отлично можно купить новый iphone а можно еще немного накопить и поехать на море еще как вариант отнести в банк на депозит или инвестировать во что-то я не буду говорить что из этого правильно это вы решаете для себя сами я лишь скажу что хоть я привел в самом начале пример с youtube каналом но я хочу чтобы вы понимали что на приоритетном месте у меня стоит именно работа и все активности связанные с ней и я не исключаю возможности того что если появится большой сколп задач связанных с проектом то количество видео выходящих в неделю может сократиться ничего такого в ближайшее время конечно же не произойдет но допустим постоянные зрители могли заметить что за последний месяц вышел только один выпуск фронт-ревью и связано это с тем что я занимался записью курса по html5 который появится на канале в начале января и в текущем месяце по каналу это была более приоритетная задача чем запись новых видео кастов поэтому учитесь правильно расставлять приоритеты и работать над важными задачами следующее правило начинайте с малого в большинстве своем больше всего пугают именно какие-то объемные задачи поэтому мы стараемся сделать все малозначимое но небольшое прежде чем приступаем к реально чему-то важному чтобы не бояться начать работать на чем-то новым просто дробите задачу и начинайте выполнять ее по частям начав изучение например javascript не нужно сразу лезть в синтаксис es6 и ковыряться в паттернах рассмотрите es5 разберитесь с основами порешайте задачи разрабатывайте небольшие приложеньки работайте по принципу матрешки начинайте с малого и понемногу наращивайте сложность изучаемого материала в одном из предыдущих видео я уже говорил такую фразу если вы начнете с малого но каждый день будете делать понемногу буквально по песчинке то однажды проснувшись вы поймете какая гора этих песчинок или знаний у вас за плечами самое важное это регулярность и настойчивость держите в голове это правило и вам не так страшно будет начинать что-то новое да это может занять длительное время но для этого есть следующее правило а звучит оно как идущий осилит дорогу если вы решили что-то изменить то нужно стремиться к тому чтобы это сделать вы должны понимать что действительно важные задачи отнимают силы и занимают кучу времени с этим нужно смириться то же самое обучение это довольно длинный и иногда нудный процесс любой кто добился успеха в своей сфере потратил на это немалое количество времени и сил когда я начинал изучать веб разработку я поставил себе цель работать в сфере айти это была самая приоритетная задача как в краткосрочной так и в долгосрочной перспективах помню я как-то проезжал мимо парка высоких технологий когда этот комплекс еще только строился и я сказал себе я буду здесь работать я понимал что обучение с нуля может занять не один год люди вокруг тоже постоянно говорили об этом это лишь подливало масло в огонь того чтобы опустить руки скажу по секрету когда я только начинал я смирился с мыслью что скорее всего мне придется обучаться и практиковаться как минимум три четыре года возможно даже пять лет так как на тот момент я работал и у меня не было возможности уделять весь день обучению как вам цель на пять лет если у вас что-то подобное сейчас а у меня было и я смирился с таким фактом каждый день понемногу я начинал что-то изучать абсолютно с полного нуля а что-то доучивать что-то повторять так как она очень быстро забывалась без практического применения на каких-то реальных проектах но по факту от начала обучения до предложения работы прошло примерно два года и это я к тому что иногда подсознательно мы можем преувеличивать сроки которые могут понадобиться для достижения цели так что осили в такую долгоиграющую идею любая задача сейчас мне кажется просто смешной так как отнимает она буквально пару месяцев а то и еще меньше следующий совет самое важное это начать есть поговорка не так страшен черт как его малюют зачастую когда вы начинаете что-то делать то в действительности это кажется не таким уже сложным больший страх это просто начать что-то учить или что-то предпринимать тут вступает дело отговорки а вдруг не получится а вдруг будет сложно и так далее просто сядьте и попробуйте не все так плохо как кажется на первый взгляд допустим сейчас я знаю что в декабре мне нужно сесть и прошерстить кучу ресурсов чтобы составить список потенциально интересных тем для изучения в следующем году скорее всего это будет 24 выпуск фронт-ревью который будет посвящен тому что следует учить веб разработчику в 2020 но чтобы дать толковый список мне нужно просмотреть кучу площадок и перечитать кучу комментов чтобы понять настроение комьюнити в первый раз я попробовал сделать подобный список в январе этого года и как показали результаты я не ошибся своих прогнозов поначалу я не хотел готовить такое видео так как понимал что нужно много перелопатить и потратить на это немало времени однако теперь когда у меня уже есть опыт я знаю что это не так уж и проблематично тем более когда у тебя под рукой есть список хороших источников так что опять же самое важное это было просто начать и последний но наверное самый крутой совет это то что завтра вы будете жалеть о том что не начали сегодня оглядываясь назад сквозь время и опыт я понимаю сколько возможностей было упущено из-за страха попробовать и начать что-то новое мало того пока вы только думаете а не выучить ли мне это они сделать ли мне то кто-то уже начал а это значит что вы теряете конкурентное преимущество опять же если вернуться назад то я жалею о том что многое не начал учить чуть раньше где-то потратил время не на то что следовало бы и упустил момент поймите идеального случая для того чтобы что-то начать никогда не появится вы всегда или слишком заняты или слишком устали или у вас нет возможности отговорки можно придумывать и дальше постоянно жалуюсь на то что кто-то занимает должность выше хотя вы для этого подходите лучше кто-то получает больше хотя делает меньше возможно этот кто-то предпринял определенные шаги для того чтобы улучшить свое положение а вы изо дня в день ждете рассчитывая что вас кто-то заметит или у вас появится какая-то перспективная возможность делаете одно и то же в расчете на другой результат как сказал вас из фар край я уже говорил тебе что такое безумие и в целом это все мои мысли и советы о том как начать делать что-то как можно быстрее и конечно же мне интересно ваше мнение и ваш опыт по этому вопросу так что обязательно делитесь своими идеями в комментариях ну и конечно же не забывайте поставить лайк если вам зашли мои советы и подписаться на канал чтобы не пропустить выход новых видео на канале увидимся следующем выпуске пока